Добрый день снова. Чтобы два раза не вставать записал еще одно видео, касается рельефа. Для электротомографии. Вот такой синтетический пример. Такая пилка очень часто встречается в пользовательском обводе топографии. Вот такая ситуация, когда рельеф представляет из себя пилу. Здесь у нас не самые жестокие случаи, превышенный деметр, но бывают значительно более страшные. О чем хочется поговорить кратенько? Это о правильности ввода топографии. В общем, топография, реальное расстояние, это все здорово и хорошо. Но вот такой способ задания топографии, как на экране, это, надо сказать, не очень правильный подход. Во-первых, вы можете видеть даже на псевдоразрезе вот такие аномалии от элементов этой топографии. Они проявляются, может быть, и слабенько, но будьте тут какие-то локальные неоднородности, неоднородная верхняя часть, это будет все значительно сильнее. К чему я это говорю? Если рассматривать, собственно, методологию решения прямой задачи, ну, скажем, явным образом для метода гераничных элементов, ну, или не явным для метода гераничных элементов, где у нас расчет ведется до вторичного потенциала, там явным образом нормальное поле, то есть, собственно говоря, поле источников вторичных, которые из него вычисляются, они зависят от телесного угла. Телесный угол – это угол, на котором стоит, ну, в 2D случае, электрод. Значит, вот здесь у нас какие-то уголки, ну, порядка, я не знаю, они близки к 180, которые мы имеем в формуле для потенциала точечного источника, да, но, конечно, они не такие. Когда у нас угол, например, доходит, там, до 90 градусов, на которые опирается, так у нас эти эффекты будут значительно сильнее. То есть, в целом, 2П, вот этот коэффициент, он показывает маленькую окрестность вокруг электрода, и она у нас, в общем-то, практически всегда в 99% сличит 2П, какой бы у нас рельеф ни был, потому что в окрестность очень маленькая, ну, и, собственно говоря, мы ни в какие ребра электроды не втыкаем. Ребрами, вершины конуса, соответственно, вот этот угол у нас всегда 2П. Как же поступить? С одной стороны, у нас надо как-то сохранить вот эти углы, на которые опираются электроды, в районе 180 градусов, чтобы у нас вот этих двигателей. С другой стороны, нужно обеспечить, чтобы рельеф как-то у нас изменялся и был приближен к натуральному. Значит, ну, первое условие – это у нас того, что производная по рельефу в точке электрода должна равняться 0. И чем дальше, тем вот электрода, тем сильнее мы, в принципе, можем ее менять без каких-то существенных негативных влияний на прямую задачу. То есть между электродами мы и чем дальше мы можем делать все, что угодно, потому что там уже поле не так сильно влияет. А электрода, мы должны придерживаться правила, что здесь телесный угол 2П. Вот, то есть он может быть наклонным на рельеф, но, тем не менее, два ребра должны быть практически параллельны. Ну, это было бы очень хорошо, чтобы так случалось. Ну, соответственно, моя рекомендация в данном случае – топографию вводить, во-первых, не на каждом электроде, а с прямевыточными точками. И каким-то образом надо соблюсти условия близости к новой производной по рельефу, второй производной по рельефу в точке на электроде. Ну, и, соответственно, давать какие-то разрешения, лучшие, большие, большей степени свободы для промежуточных точек рельефа. Таким образом, удастся соблюсти как расстояние, с учетом рельефа между электродами, но и так и добиться того, чтобы телесные углы, на которые опирались электроды, были, так сказать, близки к 180 градусам. В 2D свече в 3D все тоже, конечно, очень так же действует. Но там, конечно, с точки зрения объяснения все сложнее. Спасибо за внимание и до новых встреч!